Папа сидит в ванной. Тот ему башку моет. В наших традициях уже совсем обездвиженный, когда тебя тряпками протирать надо. Смотрелось очень странно. Переворачивать, чтобы пролежней не было. У тебя руки шевелятся. А что такого голову помыть? Кстати, вот эти ванны, которые стоят там отдельно, все время удивляют. А как я под душем моюсь? В ванне лежать очень жарко. Тебя это страшно расслабляет. Я, кстати, хотел себе домой купить бочку деревянную, которая на улице стоит, чтобы, как в Японии, мы с тобой сидели. Фурро. Чтобы мы в кипятке такие. Как макаки японские. Они в кипятке сидят. Все они красномордые такие. Охиревшие вокруг снега. И мы с Дементием так. А дома... Ты в ванной часто лежишь? Уже больше... Даже не помню, когда. Я только маленький, когда был, помню. Но там все время загоняли родителей. Типа, в ванне отмывайся. Плещись. Ну, там с игрушками какими-нибудь. Детеныш, я помню, чтобы заманить его мыться, кинешь ему маску, трубку. Он там нырял. Да. Ныряют всякие дела. Уже для него в ванной почти бассейн. Да. Галенький. А сейчас, ну, если в ванне полежать, то тебя потом рубят так от того, что, видимо, сосуды расширяются. Просто кривой вылезаешь. Я вообще в ней не лежу. Только душ. Душ... Ну, вот у меня это не душевая кабина, а просто место, где я моюсь. Ну, оно большое. Ну, там душ висит. И стеклянная дверь ездит туда-сюда. Вот за стеклом ты там моешься. А вода, как ты понимаешь, не летит. Брызги не летят наружу. А вот это вот лежание в ванной. Там вокруг все потом будет... И в воде это все отмывать, убирать надо. Кто с этим занимается. А я добавлю. Потом он будет вылезать из этой ванны и может так приложиться. Это тоже опасный момент. Они скользкие, все эти ванны. Как в гостиницах. В нормальных гостиницах там у тебя звонок в ванне, чтобы ты если грохнешься, хоть позвонить бы мог. Коврики специальные нескользучие под ноги постелить. Ванна опасная. Старики там... Дядя Джун навернулся. Опасная.